Чистая поганка, червяком не поражен. Чистенький поганка. Ходить в лес за грибами Владимир никогда стал сразу, как вышел на пенсию. С началом сезона каждое утро его можно встретить в лесопарковой зоне в окрестностях Благовещенска. По словам мужчины, в этом году грибов в изобилии. Главное уметь под кучами старой травы и кустарников найти долгожданный приз. А вот подуфиночек, вот, пожалуйста. И вон, смотрите, и вон. Да, 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 пожалуйста. Несколько часов неспешной прогулки на свежем воздухе и ведро полным-полно разных грибов. Одних только груздей, несколько видов, а еще маслята, подберезовики, подосиновики, волнушки. Грибники рассказывают, что в смешанном лесу, где есть хвойное и лиственное деревья, можно найти все, что угодно. Главное не перепутать полезный и ядовитый. Это белый, наверное, сухой гриб. Сортировать грибы на полезное и неполезное Владимир никогда предпочитает проверенным дедовским способом. Уже по опыту безошибочно определит маслята, белое и подосиновики. А вот те, что кажутся благородными, но и вызывают какие-то сомнения, предпочитает изучить более основательно. Значит, я отгребляю гриб съедобный или несъедобный следующим образом. Значит, если червь ест гриб, значит гриб съедобный. Если не ест, значит поганка. У опытных грибников есть свои так называемые приметные поляны и овраги, где грибов масса, есть и свои тайные тропы, которые ведут к этим местам изобилия. Правда, в погоне за трофеями этой тихой охоты можно и потерять нужное направление. Спасатели всегда напоминают, что нужно делать, если вы собрались в лес. Предупредить об этом родных и близких, полностью зарядить телефон и желательно скачать в него мобильное приложение с картами, работающее без подключения к интернету. Больным людям взять с собой необходимое лекарство. А вот искать север по мху на деревьях или склону муравейника не стоит. Лучше всего это делать по солнцу. Главное помнить, утром звезда всегда находится на востоке. Встаем лицом к востоку, если мы с утра, получается со спины у нас будет запад, север, юг. Ну и, естественно, будем работать за место компаса. То есть, если мы в вечернее время, так же мы разворачиваемся лицом на запад, ну и в противоположную сторону. То есть, восток, север, юг. И еще, если вы смогли вызвать помощь, то лучше оставаться на месте и ждать спасателей, а не блудить по лесу в поисках выхода. Да и вообще, относиться к тихой охоте нужно вполне серьезно, ведь и в ней есть свои скрытые опасности. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова